Продолжим начатый нами на прошлом уроке разговор про пользу изучения науки тасриф или сарф. Мы начали с примера из священного Корана. В суре Аль-Ба'кара, в 221-м аете мы читаем следующий аят. Не женитесь на многобожницах, пока они не веруют. И другой аят. Не выдавайте замуж за многобожников. Первый глагол. Не женитесь. Образован от трехбуквного глагола. Как мы видим, глагол. Женился. От которого образован глагол. Является. Переходным глаголом. Имеющим прямое дополнение. Коим здесь является упомянутый вслед за этим глаголом слово Аль-Мушрикати. То есть не берите в жены кого-чего, не берите многобожниц. Это у нас в Мафу-Люнбихи прямое дополнение. Мансубан поставлен в состояние обвинительной падежи. Второй же глагол. Глагол. Образован уже от четырехбуквного глагола. Основой которого, в свою очередь, является трехбуквный глагол. Корен основан на Каха. Значит, не выдавайте замуж за многобожников, мусульманок. Здесь уже глагол имеет два прямых дополнения. Первое прямое дополнение. Это слово Аль-Мушрикина. А второе прямое дополнение. Скрыто, удалено, подразумевать. Так как оно и так понимается. Вастайни махзуфын, яны юфамы мина сияки. То есть это слово Аль-Муэминати. Верующие женщины, или скажем, мусульманки. И как мы видим, разница между Ла-Танкиху и Ла-Танкиху всего лишь в одной огласовке, приставке Та. То есть Та в начале этих двух глаголов. Фатха или Лома. Так в одном Харфта имеет огласовку Фатха. Ла-Танкиху. А в другом имеет огласовку Лома. Ту. Ла-Танкиху. Однако из-за этой одной огласовки смысл Айта полностью меняется. Чтобы ясно понять эту разницу, нам надо сначала объяснить связанное с этой темой очень легкое правило. Как известно, глаголы делятся на два вида. Аль-Фи' аль-Афа'ал-Кисмани. Переходные и непереходные. Мы подробно разбирали эту тему в других уроках. Итак, первый вид это у нас Аль-Фи' аль-Мута'ади. Это глагол, который нуждается в прямом дополнении. Яхтажу или Аль-Маф'ул-Бии. Как, например, Доруба ударил. Ударил кого что? Доруба ль-Адуа, например, ударил врага. Например, Акаля сиял. Сиял что? Акаляль-Хубза съел или поел хлеб. Катаба написал, написал что? Катаба дарса, написал урок. И так далее. А непереходный глагол Аль-Фи' аль-Ль-Льазм это такой глагол, который уже не нуждается в прямом дополнении. Ла-Яхтажу лил-Маф'ул-Бии. Например, Джаля сосел, Харжа вышел, Нама спал, Захаба ушел. и т.д. То есть это глаголы, которые не предполагают наличие после себя вопроса винительного падежа кого что, как это было в случае с переходным глаголом. Здесь существует правило, которое гласит, что если мы хотим сделать непереходный трехбуквный глагол переходным, то для этого есть несколько способов или причин, одним из которых является преобразование или превращение непереходных трехбуквных глаголов по роду аф'алю юф'алю. То есть непереходный глагол по модели фа'аля или фа'аля или фа'аля мы преобразовываем в породу аф'аля. Например, карума в значении быть щедрым, великодушным по модели фа'аля и преобразовать его в породу, например, аф'аля. Сказать акрама. Получится оказывать почет, чтить, уважать и т.д. Непереходный глагол харджа выходить, вышел по модели фа'аля. Если мы преобразуем его в породу аф'аля, скажем ахраджа, получится выявил, выпроводил, изгнал. Значит, харджа вышел и ахриджа вывел, выпроводил, изгнал. Непереходный глагол хаджеля стыдится и образован от него по породе Аф'ала глагол ахджела стыдить кого-либо. Гарика тонуть, тонул, например, и агрока топить и затоплять. То же самое, например, мы можем сказать сақула и азқула, захаба и азхаба, шалиба и ашрба и т.д. Как мы видим, преобразование или, скажем, перевод, превращение непереходного трехбукного глагола по модели фа'ала, фа'ила или фа'ала в породу Аф'ала, путем добавления в начале буквы хамзу, приводит к тому, что этот непереходный глагол становится переходным. Как мы видели это на примерах. Это в том случае, если глагол изначально был непереходным. А если трехбукного глагола изначально у нас был переходным, как в нашем случае с глаголом накаха, то в этом случае он получает еще одно прямое дополнение, маф'улем бихи-санин, второе прямое дополнение. То есть становится переходным уже к двум прямым дополнениям. значит преобразование трехбуквенного глагола в породу афала прибавляет ему одно прямое дополнение. Если трехбуквенный глагол изначально был непереходным, то после преобразования его в породу афала он становится переходным к одному прямому дополнению. Как например, Хараджа Мухаммадун, Мухаммад вышел из класса. А если же глагол изначально был переходным к одному мафуулбиху, к одному прямому дополнению, то после преобразования его в породу Афула, он уже станет переходным к двум прямым дополнениям, к двум мафуулбиху, например, Здесь у нас слово Омар, первое прямое дополнение, мафуулбиху, а Омм кольцум это второе прямое дополнение, мафуулбихи-танин. Кстати, факт, выдача Али и свою дочь Омм кольцум за Омара, да будет доволен всем имя Аллах, упоминается как в Сахи Аль-Бухари, самой авторитетной книге хадису о сунниту. Так и в Аль-Кафе, Лиль-Кулейн, то есть который читает самые авторитетные книги по хадисам у шиитова. Вернемся к нашему примеру, к нашей теме. Значит, ля танкихуль мушрикати, не берите в жону многобожниц. И ля тункихуль мушрикати, не выдавайте за мушриков, за многобожников. Не выдавайте кого? У айти это же, у айти это не упоминается, так как оно и так понятно. То есть не выдавайте за многобожников мусульманок. Тафсира Аль-Джалалейн, например, Джалалейдин Ас-Суюты, Рахим Аглуа, говорит в толковании этого айта. Валя тункихуль, то есть ля тузавуджу, не выдавайте замуж. Аль-Мушрикин ай-Куфар, за многобожник, то есть за неверующих. Потом Суюты упоминает, это скрытое дополнение, приводит и пишет. То есть ля тункихуль, ля тузавуджу ай-Аль-Му-минати, то есть мусульманок. Значит, первое дополнение, это у нас слово Аль-Мушрикин, многобожник. А второе, это у нас, второе прямое дополнение, это у нас скрытое, подразумеваемое слово Аль-Му-минати. И если в айте ля тункихуль, ль-Мушрикин, не выдавайте замуж за многобожников и так далее, мы по ошибке или же по незнанию, если мы прочитаем, то есть заменил здесь имеющуюся дому на фатфу, у нас полностью исказится смысл. И смысл айта будет, не женитесь на многобожниках, пока они не уверуют. Все это из-за замены одной огласовки. Изменение породы четырехбуквного глагола ан-ках-юнких на трехбуквную породу на трехбуквный глагол на ках-ян-ких. А породы глаголов и значения, как уже узнали, изучаются в этой науке. Поэтому, как некоторые приводят, говорят, один бедуин услышал, как имам неправильно прочитал данный отрывок айта. Когда вместо вала-тунких аль-мушрикин хатта юмину, то есть не выдавайте за мушриков, за многобожников, пока они не уверуют, он ошибочно прочитал вала-танких аль-мушрикин хатта юмину, смысл которого после искажения получается из-за допущенной ошибки, не женитесь на многобожниках, пока они не уверуют. Говорят, тот бедуин воскликнул и сказал, «Уллахи ла нан киху хум ва ин аамануа хатта валу аамануа», то есть клянусь Аллаху, мы не женимся на них, даже если они уверуют. Не ставьте этого человека больше имама, поистине он искажает слова Всевышнего. Как мы видим, всего лишь одна огласовка полностью поменяла смысл айта. Думаю, этот пример достаточен для разумных людей, как довод на важность изучения этой науки. И это тоже одно лишь правило, которое разбирается в данной науке. И чтобы мы не думали, что это всего лишь единичный случай, один пример в Коране, приведем несколько примеров по тому же упомянутому правилу. Так, например, в Коране мы можем найти, «Хараджа вышел и образованно от него Ахараджа вывел, выпроводил, изгнал, Загаба покинул, ушел, прошло и Адхаба заставил уйти, лечил или уничтожил, Назаля спустился, не зашел и Анзаля не зьол, не спасла». Балага дошел, достиг и Абалага довел, уведомил и так далее. Аллаху а'лам. Подобных примеров очень много. Альхамду лилляхи раббил а'ламин.